МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интервью такера Карлсона с Владимиром Путиным за неполные сутки набрало более 50 миллионов просмотров. Кремль уже опубликовал русскую версию разговора. Она доступна во всех видеохостингах. Об актуальных новостях города поговорим в ближайшие полчаса. Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. В студии работает Елена Силакова. И вот главные темы выпуска. Город пересохнет, что известно по отключению воды. Продолжают ездить на территории города. Новые подробности про продавцов шоп в Березняках. Поступок может остаться безнаказанным. Будет ли что-то грозить хозяевам той терьера, которого нашли после падения с пятого этажа? Перед грядущими выходными жители испугались не на шутку. Поводом послужило сообщение от Березняковской водоснабжающей компании, что весомая часть города проведет субботу-воскресенье без воды. Это в том числе и отдаленные территории Николаев-Пасад, Нартовка и Зырянка. Однако сегодня днем стало известно, что в эти выходные отключения не будет. Предположительно, устранением утечки на водоводе в районе Быгель с ремонтными работами на контрольном резервуаре будут заниматься позднее, когда отступит холода. В том числе и жители переживали по этому поводу. По данным администрации, Алексей Казаченко принял решение не проводить ремонт в эти выходные. Вчера утром жители района кинотеатра «Мелодия» остались без отопления. Промерзли и социальные объекты. Спортивная школа «Темп», центральная библиотека и магазин «Пятерочка». Устранили аварию быстро, но тепло не сразу появилось в квартирах горожан. Накануне утром коммунальщики проверяли систему теплоснабжения в районе «Мелодии» и нашли дефект. Поскольку погода позволяла, приняли решение ухудшить теплоснабжение и провести ремонт. Было устранение на байпасной линии, на магистральной сети, которая идет у нас по улице Ломоносова, перекресток улица Юбилейная. Под ухудшенный режим попало 15 жилых домов. Сейчас у нас пока еще тепло держится. Пока тепло, мы устраняем дефекты. Работы проводились с 11 утра до 3 часов дня. Батареи начали замерзать в 15 многоквартирных домах, в спортивной школе «Темп», центральной библиотеке и одном магазине. К вечеру трубы стали нагреваться, некоторые дома прогрелись лишь ночью. Сегодня ночью в Куиде взорвался газопровод. О текущей обстановке расскажем в рубрике «Новости коротко». Этой ночью в Пермском крае произошел пожар повышенной сложности. Возгорание началось в поселке Куида из-за взрыва на газопроводе. Уничтожены три жилых дома. По данным МЧС, госпитализированы 8 человек. Двое доставлены в реанимацию. По уточненной информации, пожар занял 238 квадратных метров. В городской больнице Соликамска появились эндоскопическая аппаратура, инструменты и расходные материалы для абдоминальной хирургии. На покупку компании «Уралкалий» выделила 6,5 миллионов рублей. Отметим, в 2023 году «Уралкалий» выделил около 2 миллионов на дизайн проекта по благоустройству территорий городской и детской больницы Соликамска. И 3 миллиона рублей на приобретение автомобилей для хозяйственных нужд городской больницы. Деятельность блогеров, интернет-коучей и инфо-цыган в России законодательно урегулируют. К внесению в Госдуме сейчас готовится законопроект, согласно которому инфобизнесменов обяжут раскрывать реквизиты, контактные данные, а также предоставлять достоверную информацию о реалистичности достижения целей и воздерживаться от необоснованных гарантий клиентам. Новости коротко подготовила Екатерина Зибзеева. На федеральных трассах при Камье введено ограничение движения для большегрузов. Причина – обильный снегопад, сообщают в Краевом ГИБДД. Дороги в Пермском крае парализовало еще днем 8 февраля. Всему виной приход циклона «Ольга». Накануне днем движение было затруднено на дороге М7 «Волга» и на трассе Пермь-Екатеринбург. Также водители испытывали неудобства на дорогах от Пермьи до Ачора, от Воткинска до Чайкопского и трассы Пермь-Екатеринбург возле Кунгура. Сегодня сильные снегопады возможны и на других участках. Водители просят выбирать безопасную скорость для движения. В некоторых районах Пермского края в эти выходные ожидается сильное похолодание до минус 27 градусов. Как в 90-е, мы продолжаем напоминать жителям о том, что нельзя доверять незнакомцам. В Березняках несколько мужчин под предлогом покупки шуб пытаются проникнуть в квартиры. Появились новые подробности. Очевидцы утверждают, что несколько автомобилей с номерами Волгоградского региона ездят по городу и ищут пожилых людей. Уговаривают сесть в машину и приехать к пенсионеру домой. Уже там уговаривают поменять старую шубу на новую, якобы с конфиската. При этом выманивают все сбережения. Хочется предупредить березняковцев о том, чтобы если к ним подъезжает машина и какие-то незнакомые люди предлагают шубы или какие-то иные вещи, чтобы они не покупали и также не вступали в разговор с незнакомцами. Потому что это могут быть мошенники, которые впоследствии могут попасть к ним в квартиру и также людей развести на деньги. Стоит быть предельно внимательными, берегите свое имущество. Максимально распространите эту информацию, поговорите с пожилыми людьми. Тогда у злоумышленников не будет никаких шансов на обман. А вот следующий поступок может сойти с рук и остаться безнаказанным. Хозяева жестоко обошлись со своей собакой. И теперь, если очевидцев не найдут, в полиции закроют дело. Уральских танкистов 61. Еще буквально месяц назад здесь произошло то, что повергло в шок многих. 29 декабря кто-то выкинул маленькую собачку с пятого этажа. Это видели два школьника, которые рассказали прохожим. Собака выпала с окна самостоятельно или же ее попросту выкинули. Ответ неизвестен, остаются лишь догадки. Результат экспертизы был таков, что у собаки первое – это перелом 9-10 ребра справа. Вся левая часть отечная и получается отбита. Плюс к этому всему отечный головной мозг и разрыв спинного мозга в районе первого, второго шейного позвонка с переломом этих позвонков. Только представьте, у той терьера не было шансов выжить. Это и так маленькая собака. И она падает с пятого этажа. Этому поступку нет оправдания, ведь домашние животные – это братья наши меньшие, которые не заслуживают такого отношения. Если вы стали очевидцами того случая, когда собаку выкинули с пятого этажа, то просим обратиться в полицию в кабинет номер 58 или по телефону 21 17 58. В полиции сейчас открыто уголовное дело, и если не удастся найти очевидцев и доказать вину, его закроют. Напоминаем, за жестокое обращение с животными грозит тюремный срок – вплоть до трех лет. Евгений Казанцев, Карина Волошина, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Две резонансных темы из Александровской – визит важного чиновника из краевого правительства в Кизил. Подробнее об этом расскажем в рубрике «Верхнекамья сегодня». Слово Евгению Казанцеву. Здравствуй, Верхнекамьем. В Александровске жители в социальных сетях бьют тревогу. Дело в том, что в городе есть опасный мост, ходить по которому, мягко говоря, страшно. Плюс самограждения срезаны. Люди спокойно по незнанию могут попытаться идти через этот участок. Жители интересуются, почему власти не контролируют действия подрядчиков, а также ищут ответ, кто должен понести ответственность. Еще одна тема из Александровска. Вчера из спортивной школы уволился тренер по хоккею Артем Русаков. По собственному желанию. Как выяснилось, заявление обусловлено тем, что родители детей неоднократно вмешивались в тренировочный процесс. Сообщается на новостном портале valixi.ru. Дополним, тренер обращался и к руководству и пытался вызвать к родителям. Однако к компромиссу стороны не пришли. А в Кизеле всерьез взялись за развитие туризма. Поспособствовал этому визит заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова. Из конкретных планов на будущее – расширение музея в едином пространстве и восстановление исторического здания по улице Советская-2. Развитие туризма в крае не остается незамеченным. Наш край входит в топ-5 регионов по выполнению мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Евгений Казанцев и Степан Некрасов. Если вы живете в Губахе, Яеве или Кизеле, у вас проблемы с отоплением, нет горячей воды или условия в квартире не предназначены для жизни, сообщите об этом нам. Мы придадим вашу историю огласке, чтобы проблема решилась как можно быстрее. Присылайте видео в WhatsApp или Viber. Тем временем на Камчатке зафиксировано несколько случаев, когда рыбаки на лодке застревают во льдах. Как отмечают специалисты, сейчас навигация маломерных судов в акватории Авачинской губы запрещена. Отведать камчатскую икру и рыбу просто. Карина Волошина расскажет, где хранятся морские сокровища. Суточная норма омега-3, витамина D, хрома и других полезных микроэлементов это кусочек наивкуснейшей рыбы, которую можно приобрести на выставке икра и рыба камчатская. Кстати, царица лососевых чавыча настолько богата своими макроэлементами и жирными кислотами, что по праву ее можно назвать кладезем полезностей. Только представьте, употребление 100 грамм рыбки в день помогает снизить риск развития сердечных заболеваний. Конечно, это не все. На выставке гурмана можно разгуляться. 35 видов продукции горячего и холодного копчения. Тунец, паутус, белуга, потрясающая нежная белорыбеца, так полюбившаяся всем маслянистым и нежным мясом. Она подойдет и тем, кто следит за фигурой, ведь мясо этой рыбки относится к диетическим. Поэтому можно одновременно кушать и худеть. Такую прекрасную рыбу давал, что... Ну, прямо не торгулся. А с чем кушаете? Как кушаете рыбку? С горячей картошечкой. Только сваришь и все. Если хотите испытать гастрономический восторг, то нужно обязательно попробовать натуральную красную икру. Из консервантов только соль. Эта икра станет вкуснейшим дополнением к блинчикам в преддверии масленицы. Всю продукцию можно заморозить и оставить на празднике. Самое главное, что после разморозки рыба сохранится свои полезные качества. Успевайте купить наивкуснейшие морские деликатесы с Дальнего Востока на выставке «Икра и рыба Камчатская». Гости пробудут в Березняках еще один день до 10 февраля включительно. Место встречи у главного входа в торговый центр «Оранжмол». Карина Волошина, Степан Микрасов. Новости в Верхнекоме. И это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. В студии работала Елена Силакова. Всего доброго и хороших выходных. Спонсор прогноза погоды – меховой салон «Мальвина». Торговый центр «Молодежный», второй этаж. С 1 по 29 февраля. Финальная распродажа шуб и дубленок. Норка от 60 тысяч рублей. Акция «Принесите старую шубу и получите скидку на новую» до 30 тысяч рублей. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. В субботу, 10 февраля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. В Березняках ночью – минус 21, днем – минус 14 градусов. В Соликамске – днем – минус 14, в Александровске – минус 15. В Губахе холоднее – минус 16, в Кизеле – 17 градусов со знаком «минус». 10 февраля ветер западный – 1,2 метра в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность низкая, геомагнитное поле – слабо возмущенное. Мед компании «Сандаловс» с 15 по 20 февраля в ДК «Металлург». Товар месяца «Мед цветочный предгорье». Скидка 30%, цена 490 рублей за килограмм. Акция «Купи 2 килограмма меда, 3 килограмм в подарок». С 1 по 29 февраля финальная распродажа шуб и дубленок в салоне «Мальвина». Норка от 60 тысяч рублей. Акция «Принесите старую шубу, получите скидку на новую до 30 тысяч рублей». Березняки, ТЦ «Молодежный», второй этаж. Соликамск, ЦУМ, первый этаж. Печати, штампы – не проблема, если знаешь, где достать. Станет бизнес беспроблемный, если в лиге заказать. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березняки, проспект Ленина, 47, офис 243. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова